Братья и сестры, я вас приветствую. Как уже было сказано, у нас сейчас будет молитва о наших детях. Я предлагаю тему «Хранение себя». Мы прочитаем Псалом 118, 9 стих. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему». Псалмопевец заботится о том, чтобы молодые люди хранили себя, чтобы имели чистый образ жизни перед Богом. И предлагает решение, как это возможно. Во все времена, когда взрослеют дети, у них проявляется интерес к тем вещам, о которых они не думали раньше. Происходит половое созревание, меняются интересы, они взрослеют, у них проявляется интерес к взрослой жизни. Они взрослеют, и взрослеют их сверстники рядом. Они имеют влияние. Они уже выходят где-то из-под опеки родителей. В наше время дети очень мало времени проводят с родителями. Это возникает очень большая опасность. Дети не защищены. И псалмопевец поднимает эту тему и говорит, как юноше содержать в чистоте путь свой. Как же ему себя защитить? И он предлагает решение, говорит, хранить себя по слову. Ребята, особенно мальчики и девочки, кто еще в хайскул не учится или только пошли, внимательно слушайте. Вы, наверное, замечали, когда-нибудь в своей жизни, как охраняются какие-то объекты. Например, старинный замок, может, кто-то видел, крепость, какие широкие большие стены были. Кто-то, может быть, видел машину, которая собирает деньги, бронированная. Кто знает, как в больнице происходит операция, как чистят эту комнату операционную, чтобы никакой микроб туда не попал, никакая бактерия, все защищают. Но, наверное, вам всем знакомо, многие мальчики хотят быть пожарниками. Как одет пожарник, вы видели? Есть очень хороший христианский фильм, называется «Огнеупорный», по-английски «Fireproof». Можно посмотреть, но он для семейных больше. Но с детьми очень интересно, там хорошие отображаются ценности. Там показаны пожарники. Пожарник, когда идет спасать кого-то или тушить пожар, он одевает себя полностью, и обувь, и костюм, и шлем, и перчатки. Он не может пойти и обуть просто какие-то спортивные обувь, туфли, в которых на собрание ходит, потому что только он зайдет на объект, он обожгет себе ноги, и он уже не способен оказывать помощь. Он защищен полностью. Полностью все части тела его защищены. Я знаю, у нас некоторые ребята хоккеем увлекаются. Они знают, что если воротарь в хоккее правильно не оденет, одежду, экипировку не защитит себя полностью, то попадание шайбы раздробит ему кость. Полностью защищены, со всех сторон. Невозможно защищать себя только с одной стороны. Если я сегодня вас спрошу, кто сегодня не смотрит плохие фильмы, и много рук подымут. А кто сегодня свободен от зависимости в интернете, от компьютерных игр, и много рук подымут. А, например, спрошу, а кто сегодня много по телефону разговаривает, сплетней, обсуждения, оп, не защищены. Или в другой части. Какую-то часть мы храним, можем похвастаться и сказать, да, да, я свободен, да, у меня дома телевизора нет, да, у меня нет плохих друзей, а в чем-то в другом мы не защищаем себя. В Библии есть один хороший пример, когда в 4 книге царств написано, был такой нечестивый царь Ахав. И когда он пошел в сражение, и написано, оделся, он для сражения одел экипировку, латы одел, все, что нужно для воина, и пошел на сражение, и как он умер? Он был ранен сквозь швы лад. Он, может быть, защитил себя от удара мечом, от сражения в близком бою, но не защитил себя. Он не подумал, что стрела может проникнуть. И он так и умер. Какую-то часть он не защитил. Хранение. Псалмопевец предлагает и говорит, хранить себя по слову твоему. Вот результат. Постоянное чтение Библии, постоянное изучение Писания, оно будет приводить к тому, что оно будет указывать на наши незащищенные стороны. Дети с детства будут знать, когда они будут попадать в обстоятельства, что Библия это запрещает. Библия здесь предохраняет. Здесь окружение нужно поставить. Здесь нужно сказать «нет» по слову твоему. Соломон переживал о сыне своем и давал ему наставление, как себя хранить. Несколько советов возьмем от Соломона. Притча, 1 глава, 10 стих. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Он защищал сына, давел ему совет и говорит, плохие друзья, ребята с плохими намерениями, если будут тебя склонять, предлагать тебе что-то, отказывайся. Только нужно отказаться, отойти в сторону. Притча, 4 глава, 13 стих. «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя». Храни наставления. Наших детей наставляем мы и в воскресной школе, и дома, и когда собираемся где-то с семьями, и в детском лагере. Очень много они слышат наставления. Ребята, храните это наставление, запоминайте, что вам говорят. Вас хотят предохранить, вас хотят защитить. Притча, 6 глава, 20 стих. «Сын мой, храни заповедь Отца твоего и не отвергай наставления Матери твоей». Вот здесь начало. Здесь начало, когда мы начинаем себя охранять, когда слушаемся родителей. Когда мы слушаем и исполняем то, что говорят родители. Они хотят защитить. Когда родители тебе говорят, делай так. Это первый успех к тому, что ты будешь защищен. Сын Соломона, Раваам, к сожалению, где-то не воспользовался советом своего отца. Он когда-то послушался молодых советников, и это привело к краху целого государства. Нужно слушать родителей. Притчи 3, 21. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность». Здравомыслие и рассудительность. Часто мы даже замечаем по детям, которые вроде бы и воспитанные, и хорошие, но иногда бывает такое что-то сделать. Думаешь, как мог такой ребенок сделать? Даже когда в церкви мы учим, чтобы дети вели себя хорошо, не пачкали стены, иногда это могут сделать те дети, от которых ты не ожидаешь. Попадают под влияние. Не хватает здравомыслия отойти в сторону. Ребята, расскажу вам по секрету одну историю. Никогда не хочется рассказывать из своей жизни что-то негативное. Ну вот когда-то где-то в 6-7 классе, по-нашему это уже хайскул, у меня был класс, где очень много было нехороших ребят. Такой низкого уровня класс. Там почти никто хорошо не учился. Я попадал под это влияние. Я был непослушный ребенок в семье. И вот один раз произошел такой случай. В школе у нас был такой класс, назывался класс ДПЮ. Довоенная подготовка юноши. И в этом классе были все стенды, все рассказывающие об армии. Плакаты, какие-то наглядные пособия. И вот у нас должен был быть урок, и была перемена. Это была большая перемена, называлась, когда нужно было сходить покушать. Я пошел в столовую покушать. А ребята, все сверстники с класса, друзья, с которыми я дружил, плохой компанией, в это время пришли в класс, заранее положить учебники. Учителя не было. Что-то на них нашло, они просто разгромили весь этот класс. Просто все переломали. Все плакаты, все стенды, столы, все просто разгромили. Я покушал в столовой, прихожу, уже звонок прозвенел, уже все дети забегают в класс, учитель еще не зашел. Я захожу в класс, никто туда не заходит. Я зашел, пустой класс, смотрю, все поломано. Спрашиваю, а кто это сделал? Так это наши пацаны. Я говорю, как, без меня? Я пошел, уже все было поломано, нечего было ломать. Просто стоял стол, и два ящика еще не вытащили. Я просто вытащил эти ящики, даже не сломал. Просто не подумал, что я соучастник. Когда пришел учитель, вызвали директора, подняли шум, кто это сделал, вызвали всех родителей. Пришлось заплатить ущерб, поддался влиянию, не подумал, и оказался в числе злоумышленников. Как важно хранить здравомыслие и рассудительность. Перед тем, как сделать какой-то поступок, подумать. Это важно хранить здравомыслие. Притча 4.23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Конечно же, речь не идет об нашем органе, которое качает сердце, кровь в нашем сердце, а об нашем внутреннем человеке. Хранить его. Что входит в нас? Что мы видим? Что мы слышим? Чем мы живем? Что у нас внутри происходит? Больше всего храни сердце, говорит Соломон. Часто не хватает нашим юношам силы сохранить себя. Очень легко запачкаться, особенно сегодня. Хранить себя непопулярно. Сегодня популярно быть открытым, вседозволенность, быть лучше другого. Непопулярно сохранить себя. Апостол Павел, взяв с собой молодого Тимофея, сотрудника, он ему на практике показывал жизнь в Иисусе Христе. Он его учил, он подготавливал его к служению, и когда он поставил его пресс-фитером, он давал ему советы. 1 Тимофею 5.22 Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делай себя участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Неужели нужно было только юношам? Даже апостол Павел Тимофею, служителю говорит, храни себя чистым, братья и сестры. Не только это касается детей, они же и за нами наблюдают, и мы ходим перед Богом. И даже служителю был дан совет, храни себя чистым, не делай себя участником в чужих грехах. Дальше, во 2 послании к Тимофею, во 2 главе, в 22 стихе, он ему еще совет дает, юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Тимофей, ты же уже пресс-фитер, какие юношеские похоти? То, к чему призывает псалмопевец, чтобы юноше сохранить себя чистым? Этот же совет Павел дает и Тимофею, пресс-фитеру, и говорит, убегай. Он знает, что юношей преследует. Он знает, какие проблемы у ребят в этом возрасте раннем. И он говорит, это может преследовать любого человека. Хранить себя чистым, убегать, отказаться, поставить запрет, защитить себя. Павел переживал из-за служителя. Господь дает и нам эти советы, братья и сестры, хранить себя, хранить себя по слову Господню. Два очень хороших персонажа библейских, это герои, это Иосиф и Даниил. И вы знаете эти истории. Иосиф, когда попал в обстоятельства, он убежал. Он просто убежал, когда его преследовал грех, явный, за руку тянул, за одежду хватал. Грех преследовал его практически. Иосиф убежал. Даниил и его друзья, когда были в плену, никто их не видит. Они под воздействием языческой империи. Все вокруг окружает, казалось бы, но у нас нет другого выбора. Все равно, ну кушать что-то надо, пить же что-то надо. Нет. Они ставят свои условия. Они не хотели оскверниться. Они говорят, можно мы это не будем есть и пить вино. Они предложили другой вариант. Они сохранили себя. Это юноши были, молодые ребята, которые были научены, которые имели страх Божий. Братья и сестры, это насущный вопрос для всех нас. Иоанн пишет в 1 послании, 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему. Мы молимся, мы наставляем наших детей, чтобы они себя хранили. А мы себя храним. Иоанн говорит, что возрожденный человек, человек, христианин, человек, любящий Бога, он себя хранит. Тогда лукавый к нему не прикасается. Хранит. Братья и сестры, ни одну часть защищаем только. Не защищаемся наполовину от каких-то явных грехов, которые мы сегодня все обсуждаем, мне интернет и все остальное, а полностью хранит себя, проверяет, а все ли части моей жизни сохраненные, а мысли мои, а что происходит у меня внутри, а отношения, а мои мотивы, а мои цели, а все ли чисто перед Богом. К чистоте призывает Господь. Сейчас мы будем молиться, помолимся, не забудем и о Конгрессе, и о детях наших, и о чистоте хождения перед Богом. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok